Я решила поменять форму. Будет только так, как я хочу. Все будут играть только по моим правилам. Ух, девочки, пошла за малым в сад. Так, ну что у нас на повесочке дня? В общем, приехала я в сервис. И пригласила на чай со сладостями. В общем, она... Пожалуйста, Надежда Ивановна. И я вас приветствую. Крюшки мои. Всё, я собралась. Смотрите, какой у меня лучок. Я на самом деле снимала Василёчек. И подобрала этот лучочек. Мне он очень понравился. И сегодня я решила выйти в нём. Всё, еду на бровки. Накрасилась. Помыла голову. Собрала себе образ. У меня ещё кепочка. Потом покажу. Всё сюда в образ. Мне нравится сочетание белого и бежевого. Очень. Сумочку тоже поменяла. Короче, настроение хорошее. Только знаете, что я заметила? Что я кофе сегодня попила. Вообще, перед татуажем Элина не рекомендует пить кофе. Но я надеюсь, всё будет хорошо. Я слабенький выпила один и вспомнила потом, что не надо пить. Не буду ей говорить. Потом в видео увидят. В общем, не знаю. Мы сейчас посмотрим. Она посмотрит на исходный материал. На исходный цвет. Надеюсь, не придётся ничего удалять. Я надеюсь. Но посмотрим. Я ей как профессионалу доверяю. Как скажет, так и будем, конечно же, делать. Так что сейчас еду. Даже не знаю. Начнём сразу... Верните налево. Начнём сразу бить тату на бровях. Либо она захочет что-то удалить. Надеюсь, ничего не захочет удалить. Ещё, кстати, хотела поднять темку в комментариях. Прочитала, что у меня музыки сейчас нет в машине. По какой причине, непонятно. Но это я съезжу к электрику на Range Rover и узнаю. И кто-то писал, вот, не надо было покупать машину, потому что не новую, какого-то там года. И не было бы проблем. Ну, на самом деле, покупка исходила от того, что... Знаете, есть... Вот кто не знает это, да? Это хорошо, конечно, разбираться в машинах. Но вот кто не знает, есть моторы и двигатели у машины. Просто вечные. Я уже говорила о том, что раньше машины делали намного лучше, чем сейчас. И если следить за машиной, то она может прослужить намного дольше, чем сейчас машины, которые мы берём свежие. То есть за эти деньги, за которые я взяла машину, конечно, можно было бы взять какого-нибудь, я не знаю, китайца. Или какую-нибудь маленькую машинку там посвежее, там, да. Но новую я вообще не знаю. За эти деньги что-то новое взять. Это вообще... Цены сейчас на машины очень выросли сильно. Поэтому то, что мы купили, это был самый лучший вариант за те деньги, которые мы готовы были вложить на сегодняшний день в машину. И, конечно, хочется рейндж по новее. Да. И... Как бы, конечно, есть к чему стремиться. И я, честно говоря, не стремлюсь так, знаете, быстро прям исполнять свою мечту, а потому что мне нравится процесс достижения мечты. Мне нравится, что у меня есть какие-то цели, к которым я иду. И обязательно у меня будет и крутой рейндж, и крутой мерседес. И на Бэшке я обязательно поезжу, и на Финьке в каком-нибудь классном поезжу. И по заграницам попутешествую. У меня очень много планов еще на жизнь. Дай Бог здоровья только. И мне, и моим всем близким. Вот, чтобы все было хорошо. Поэтому я как-то внутренне спокойна. И я считаю, что у меня хорошая машина с хорошим мотором. Просто за этой машиной нужен особый уход. Вот, и все. Есть ребята, которые следят за всем этим. Я меняю, например, масло в два раза чаще, чем на других машинах меняла, да. Вот, проверяю, все, все нормально. Но мне нравится, что я езжу на машине хорошего класса, на хорошей марке. И рада, что я не взяла какого-то китайца, если честно, в машину. Я бы себя совершенно по-другому ощущала. Даже несмотря на то, что машина не новая, да, и есть сколько-то лет. Это Range Rover. И ГДА ее совершенно не портит, на мой взгляд. Я себя чувствую офигительно в этой машинке. А вопрос с музыкой мы решим, я думаю. Та-да-да-дам! Девочки, смотрите. Я решила поменять форму. Ну, потому что я в последнее время, когда я себе красила брови, мне уже не нравится задирать уголок. Мне кажется, он меня страшит и взрослит. А сейчас очень модно, когда брови более-менее ровные. Вот. Поширить чуть-чуть. Но сейчас мы сделали эскиз широкий. На самом деле он такой не будет. Это уже может увидеть только мастер. Она знает, как получается, что остается. У нас будут воздушные, как это, контур сказать, да? Воздушные бока, края, края. Да, у нас будут воздушные края. Вот. И для этого эскиз у нас вот такой. Мы делаем чуть-чуть пошире, потому что потом он визуально уменьшится. Вот. Мне даже так нравится, если честно. Эскизы вообще обожаю. Вот так бы просто так. Все, и ходи. Чуть-чуть посветлее, может, так сделай. Да, вот. И все. Короче, мне очень нравится эта новая форма. Близится все более к натуральному. Напишите в комментариях, как вам. Любите ли вы тоненькие брови? Любите ли вы домики еще, может быть, до сих пор? Я вот уже от этого отошла. И самое интересное, у меня под бровями, кто помнит, мне все время говорили, причеши брови там или что-нибудь еще сделай. У меня все время висели эти бахрома такая. И я их не щипаю, брови вообще, за ними вообще, в принципе, никак не ухаживаю, благодаря татуажу. А сейчас вообще у меня даже бахромы висеть не будут, представляете? Вот так мы поднатурально сделали. Очень красиво. Короче, я ложусь и вся в предвкушении. Вместе будем наблюдать за тем, как они будут сходить и что будет в итоге. Ну что, кошечки готовы? Та-дам! На улице у нас пасмурно, а у меня на душе солнышко, потому что у меня новая форма бровей. Красивый цвет, хотя сейчас это еще рано смотреть. Сейчас бровки яркие, но мне очень нравится форма. Такая пошире, более прямая, более современная. Я прям налюбоваться не могу. Смотрю в зеркальце и кайфую. Я даже помню, что я как-то ходила на брови, когда делают брови, да, там оформляют. И мне вот так вот красят краской их ярко. И делают вот такую форму. Ну, прям специально. То есть, если даже бы вот так и осталось все, как сейчас, даже по цвету и насыщенности, тоже было бы хорошо, потому что именно в салонах часто так и делают. Они даже не сильно даже и темные, я так вам скажу. Да? Короче, я радуюсь. Ириночка моя, как всегда, молодец. Все вымерила, все высчитала. Включила свою профессиональную интуицию, свое прекрасное видение. В общем, сделала мне идеальные бровки. И учла мою асимметрию. То есть, короче, я бы даже себе так просто не накрасила брови. А в Татаро же классно, что еще эта вся ее работа по вымерению моих идеальных бровей еще и останется надолго со мной. Буду любоваться. В общем, сейчас бровки будут сходить потихонечку. Кстати, брови вообще не больно делать. Я говорю, я не знаю, то ли у тебя заморозка. А, у нее еще новая техника, которую она сейчас наносит. То есть, она там попадает в определенный слой фигментов, в который просто так не попасть. Это человек с маленьким опытом даже и не сделает так. Это хорошо. Элина уже профи. Она работает очень долго в этой сфере. Поэтому она все делает идеально. Я тут пропустила поворотик. Вот. Короче, поворачиваю. А вот такой вот был у меня сегодня образ в кепочке. Я же вам уже без кепочки начала снимать, да? Такая вот у меня бежевенькая кепочка. И все у меня такое бежевенько-беленькое. Элина даже написала сегодня и говорит, уже время было 5 минут 12, мы на 11 записались. Она говорит, ты такая нарядная, я смотрю в сторис, ты про меня не забыла, ты ко мне едешь. Я говорю, да, Элина. Я такая нарядная еду к тебе. Вот такие вот пирожки. Сегодня я такая нарядная была. Все. В общем, я довольна. Я сейчас буду заглядываться в каждое зеркало. Пошла домой, взяла обед свой, заехала. Взяла. У меня здесь два обеда очень вкусных. Там у меня оливье, щи мои любимые. Короче, вот это вот блюдо во вторник очень вкусное. Прям мне нравится. Сейчас пойду покушаю нормально, потому что я сегодня еще не ела. Так, ну что у нас на повесочке дня? У нас грибной супчик, пюре. У нас щи. Было щи написано. Ну, на борщ похоже, короче. Он вкусный в любом случае. У нас оливьешечка. Оливье ленок, говорила. Мне очень вкусно у них. О, Наполеон, слушайте. Надо попробовать. Может, как бабушка моя готовит. Так, хлебушек. А на второе у нас здесь пюре. Я не помню, что. Какое-то мяско, не помню. А здесь у нас карбонара. Вот такой вот у нас обед. Я еще тут не доела. У меня два вторых еще тех вчерашних стоит. Ух, девочки. Пошла за малым в сад. Впервые вообще, девочки, было тепло до этого. Я одевала всегда шапку или капюшон или что-то. Давай, 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 раздевайся. Не надо вот это привлекать маму к раздевашкам. Да, аккуратненько. Сапожки снимай. Короче, вышла на улицу, а там ветер, мороз, дождь. Все сразу. И брови еще сделала, понимаете? Вот когда не надо, я одеваю шапку. Думаю, вот жарко. Чего я оделась? Все без шапки. А здесь еще и полегче оделась. Так просто иду. Все, вся мокрая. Вся, вся, вся мокрая. Брови намокли. Трындец какой-то. Еще холодный. Ветер. Я замерзла бы. Не простыть теперь. А я тут сделала заказик. Смотрите, что я заказала. Наши любимые пельмешки. Заказала надолго, потому что сегодня... Они, прикиньте, стоят 690 рублей. А сегодня была акция 390, по-моему. Ну, короче, 390. Они 700 стоят. 390. И всегда, когда была в ленте акция, всегда этих пельменей не было. Я эти пельмени обожаю. И Деня их любит. Он начал у меня есть, кстати, пельмени. Именно с этих пельменей. Короче, я 4 пачки взяла. А это нам надолго. По акции, вообще кайф. Так, здесь у нас эти сыр и йогурты. Здесь у нас 3 килограмма яблок. Двух видов. Ну, и мой любимый. Молоко, мое любимое. И все. Мои хорошие. На улице снова ветер. Еще и снег идет. Представляете? Здесь, я не знаю, вам не видно, наверное. Беленький снег. Капает. Нос конкретный. Оскольких. Ой, емешки. Что ужас. Не морозил мне нос. Ну, что, мои хорошие. Как я и обещала. Везем в сервис. И узнаем у электрика что-то как. Время сейчас, на самом деле, уже 20 минут 10. Мне сказали приезжать к 9. Но мы раньше приезжали к 11. Ну, как бы до 11. Да, успевали. Ну, короче, чуть-чуть что подождем. Я надеюсь, что электрик свободен. Но как-то раньше вообще не смогла освободиться. Пока видео там сделала. Пока кофе себе намутила. Салат взяла из своих этих еды. Потому что ехать далеко. Другой конец города. Я уже говорила. И как бы не хочется нигде там. Не знаю. Надеюсь, не оставим машину. Короче, куча всего. В общем, я расслабилась. Собралась. Включила навигатор. И мы поехали. Блин, без музыки ехать, конечно. Я каждый раз тебя ловлю на том, что я такая еду прям целенаправленно. Быстрее, быстрее. Чтобы мне музыку сделали. Расслабить. И останавливаясь такая. Нет. А потом думаю, блин. Ну, очень сложно. Потому что ты ничего не слушаешь. Телефон. Не хочу сажать батарейку. Еще у меня зарядки нет в телефоне. Я все. Когда мы... О чем мы делали? Все скажу. А, короче, порядок наводили когда в машине. Да. У меня все так наверху с зарядками со всеми есть. У меня теперь разряжается батарейка. И я такая каждый раз вспоминаю. Думаю, блин, опять забыла зарядку взять. Чтобы она была в машине. Ну, провод. Короче, без музыки. Я просто тупо такая еду. Быстрее, быстрее. Мне ехать полчаса еще. Раз уж мы такие с вами едем. Там полчаса еще. Я, знаете, что хотела спросить? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто именно, ну, вот в данный момент, да, смотрит этот влог и кто находится в Ростове, живет в Ростове, там, или часто бывает в Ростове. Можно тоже так, да. Мне прям интересно просто, я переживаю, что если кто-то из ростовских или близлежащих людей собирается делать татуаж, мне интересно просто, чтобы они попали обязательно к моему мастеру. Я прям вообще переживаю. Потому что вот вы смотрите на мне, да, и вам, может быть, нравится, и все так круто, но вот лично я боюсь вообще идти к какому-либо другому мастеру. То есть я вообще не представляю. Это страшно, это надо, блин, чтобы тебя почувствовали. Конечно, у каждого свой мастер. Может быть, да, надо найти своего человека, но все равно профессионализм, опыт и чутье в косметологии. Поверните направо. Это, короче, очень важно. Вот, поэтому не факт, что вот то, что получается у меня, такая красота, да, не факт, что она получится у другого мастера. Может быть, если мастер делает хорошо татуаж, но он не чувствует, например, какие-то тренды, он не чувствует или не видит, вот визуал видит, да, это очень важно, чтобы брови подходили, там, вымерять, тратить много времени на эскиз. Ну, короче, сколько всего было, и я татуаж делала в Москве, допустим, раньше, да, и подруги мои, кто у других мастеров делали, ну, все совершенно не так. Довольных вот так вот, как я и моя подруга, которая делает тоже у Элины брови, довольных у других мастеров было мало. Ну, вот. Ну, и я не встречала, честно говоря, таких работ, чтобы видеть брови, они классные, и оказывается, это татуаж. То есть его не видно. Как я нашла своего мастера, как раз-таки я у Лены думала, что у нее всегда вот свои брови, что она как-то их красиво красит или ходит куда-то. Когда она мне сказала, что у нее татуаж, я офигела, я ей сразу сказала, говорю, дай мне своего мастера. Вот. И с тех пор у нас любовь. Поэтому напишите, мне интересно, вот, с Ростова или рядом с Ростовом где-то, и вообще, делали вы когда-нибудь татуаж и хотели бы сделать когда-нибудь татуаж. Вот, интересно. И вообще интересно, сколько моих земляков вообще меня смотрят. Земляк же, да, из Ростова-на-Дону. Не с России имеется в виду, а с Ростова-на-Дону, вот именно интересно. Кто в моем городе живет? Я же снимаю там фикс-прайсы, там еще что-то такое, да? Именно ростовское местное. Ну, хотя во всех городах одно и то же практически, но тем не менее. Хожу там по торговым центрам куда-то, что у нас интересненького показываю. Мне интересно, сколько людей именно с Ростова смотрят. Короче, жду комменты. А еще, ну вы поняли, музыки нет, мысли идут, и я хочу с вами все делиться. Еще я хотела сказать немаловажный момент. Опять неважное слово хочется вставить себя сюда. Короче, ну неважно, рекомендовали вам мастера или еще что-то. Знаете, что самое главное? Самое главное, чтобы у вас возникало к любому мастеру доверие. Будь то доктор, мастер перманентного макияжа, мастер по волосам, мастер, я не знаю, там, массажист, и особенно люди, которые делают какие-то изменения в вашем теле, лице или здоровье. Это очень важно, чтобы было внутреннее доверие. Знаете, это когда доверие, вот я, знаете, как доверие проверяю, да, ну, во-первых, во-первых, даже когда тебе мастер спрашивает о чем-то и говорит, как тебе бы хотелось, как ты думаешь лучше, первое, что у меня возникает, это как вы считаете, так и делаете. Это у меня доверие к мастеру, доверие то, что он знает лучше меня, видит лучше меня, это раз. И второе, это супер доверие, когда про какого-то мастера или что-то мне говорят что-то не очень хорошее. Ну, конечно, все зависит от того, смотри, что там не очень хорошее, да, ну, например, там, ну, не по жести, я имею в виду, если по жести, то уже, конечно, подумаешь, да, ну, вот просто комментарии какие-то, ой, там, мне не нравится, как делает, например, там, да, или там, ой, я там слышала что-то где-то как-то, да, или там, может быть, ой, там, настроение какое-то, ну, вот, то есть вот такие какие-то комментарии, да, я замечаю, какое сильное у меня доверие, когда я готова защищать, вот, когда я готова защищать и иду к мастеру все равно, неважно на все эти комментарии, грубо говоря, когда вам говорят не иди, а у тебя такое доверие, и ты берешь и идешь, потому что ты знаешь, что вот это вот оно, это уже супер доверие такое, доверие выше пилотаж, вот, и я вам это просто вот, ну, как бы рекомендую, к слову, да, а выбори об интуиции, я вам говорила в прошлом видео, это очень важно, и вот как проверить вот это доверие к себе, к своей интуиции именно вот такими вещами, когда, например, все против, а вы чувствуете, что за, и все равно идете, вот, ну, главное во всем этом, конечно, опять же вспоминаем, первая мысль, лучшая мысль, да, это раз, и немного не путать, еще знаете, почему-то сразу я вот об этом говорю, и сразу вспоминаю весь свой опыт, весь свой опыт отношений, когда ты встречаешься с человеком, да, происходит что-то, и тебе уже все друзья и родственники трубят, что это не твой человек, будь с ним осторожно, а ты все равно идешь, продолжаешь, несмотря ни на что, либо дружить с этим человеком, либо строить отношения, если это мужчина, да, и потом все твои друзья оказываются правы, но здесь я прям даже знаю, что это, блин, если ты влюбленный, или если, ну, как влюбленность, это, короче, влюбленность, это недоверие, вот здесь такой момент надо не путать, видите, сколько мыслей у меня, начинала вам о доверии к мастеру, а заканчиваю влюбленностью, потому что это можно спутать, короче, к тому, что влюбленность, она очень сильно майкует, вот, мы влюбленные женщины ради и вообще намного готовы закрыть глаза и делаем то, что не нужно делать, это, конечно, уже искусство тут, огромная работа над собой, а там тоже можно услышать, просто влюбленность, она настолько глушит все чувства и летит впереди планеты всей, вот, но вообще там можно первую мысль услышать, первая мысль всегда, что творит, так нельзя, а потом сразу же такая влюбленность, ааа, ну со всеми бывает, он такой хороший, я его люблю, это любовь, все оступаются, и она там херачит так, вот это чувство влюбленности, она мгновенно глушит первые мысли, и мы все, мы даже можем их конкретно не заметить, они там что-то, я, беги, и влюбленность такая, оставайся, ты сильная женщина, вы вместе справитесь, это любовь, вот такие дела, поэтому со своим первым мужем я потратила время, ну, знаете, опять же, да, ни о чем не жалею, потому что все это делало меня такой сильной, такой закаленной, и к двадцати, уже восьми годам, к двадцати восьми, да, вот в двадцать восемь уже, когда вышла из последних отношений, я просто уже такая, знаете, зверь такая, сука, все, теперь меня ни один мужик не обидит, теперь я буду делать в жизни все, я только так, как я хочу, будет только так, как я хочу, все будут играть только по моим правилам, я вот такая вышла, вот, но хорошо, что у меня при этом, при всем есть мой взгляд буддийский, который распространяет любовь и добро на весь свет, и поэтому оно меня как бы немножечко возвращало всегда в тот момент, где я должна... Руковое движение, второй взъезд. Блин, да выключить я хочется, я уже поняла, я все вижу, перебивает мои мысли, зараза. Короче, мой вот этот буддийский взгляд, он меня держит в той середине, вот, которой я должна быть, любви, заботе, внимании к людям, к ближнему своему, да, умении любить, умении делиться, и если бы, представляете, если бы не практика всего этого, да, если бы не вот этот вот взгляд глубочайший, который я имею, я бы просто была такой сукой, наверное. Я бы вообще, мне кажется, любить не смогла бы, это очень тяжело, надо это не забывать, нужно уметь любить, уметь доверять, просто еще нужно слушать себя и включать здравый смысл во всем. Поэтому я говорю, что построение отношений – это просто искусство, это столько тонких моментов, да, столько внимания, представляете, и любовь проявлять, и жесткость, когда надо, уметь замечать моменты, когда нужно включить защитные реакции, да, правильные действия, ни в коем случае не включать жалость, она очень мешает, она вообще все портит, она унижает, верить в людей надо, короче, стука нюансов. И вывод какой из всего этого? Нужно развивать внимательность. Чтобы развивать внимательность, нужно успокоение ума, поэтому очень важно медитацию делать. Медитация – она концентрация, успокаивать свои мысли и прислушиваться, что там за мыслями. Мысли рождают эмоции. Если нет этого пространства между, знаете, даже чем, оно везде должно быть пространство, вот медитация, она дает такое пространство, она как будто учит тебя замечать мысли. Любая эмоция – это мысль сначала. Между эмоцией и действием всегда так мало времени внутри, вот там, чтобы это отметить. И мы реагируем мгновенно, просто по привычкам своим. И чтобы делать правильные действия, чтобы испытывать правильные эмоции или не испытывать неправильные, да, эмоции, можно так сказать, нам нужно заметить эту мысль. А чтобы ее заметить, нам нужно немного успокоить ум, нам нужно уметь замечать эти мысли. А мы, бывает, их даже не замечаем. И вот если развивать вот эту вот внимательность, а ее развивать с помощью медитации, очень сложно вот так самой, такая я, такая внимательная. Да хрен вы что там увидите внимательная? Нужно реально пребывать в таком состоянии. Это тренировка ума. И тогда меняется все вообще. Меняется все. Вы становитесь внимательными к себе, изучите себя, поймете всех остальных. И это такой интересный и захватывающий путь вообще. Рекомендос. Короче, занимайтесь саморазвитием. Это весело и круто. Там внутри такие карусели, вообще такие экшены проходят. Смотрите, что на улице творится. Снег. Снег, снег, снег кружит над облаками. А вы знаете, что я почти приехала уже? Круговое движение. Первый съезд. Мне осталось 8 минут. В общем, приехала я в сервис. И что мне сказали? Ничего хорошего, короче. Я хотела поменять уже масло, все на свете. Но это полтора-два часа мне ждать нужно. А электрик по проводке... Ну, короче, он проверил там предохранители. Все целое. Все, что он внешне смог проверить, он говорит, все целое. И, короче, надо разбирать машину. И там уже по машине искать. Но это говорит... Во-первых, он сейчас занят 2-3 дня. Оказывается, у него тут и работа какая-то есть. Нужно будет заранее записываться. Аж с понедельника к нему мне должны позвонить. И оставлять нужно машину. Я говорю, ну, раз ее надо будет оставлять мне. То есть начнут с проводки искать. Где-то обрыв просто произошел. Возможно. Я надеюсь, что это обрыв, и мы просто его найдем. Либо, говорит, потом надо будет компьютер тогда разбирать. А там уже другие цены. Короче, на все это нужно время. И это не сейчас. А записаться. Я говорю, ну, раз я буду машину оставлять, тогда и масло поменяю. Я еще 200 километров могу ехать. 250. У меня еще есть в запасе. Я говорю, тогда я оставлю машину, вы уже все вместе сделаете. Так что все. Просто продиагностировали, посмотрели. Денег не взяли. Я поехала домой. И, в общем, буду ждать звонка на следующей неделе уже. Вот такие вот дела. Чутка они радостные. Буду без музыки все это время. Надо, короче, взять мне зарядку и телефон. И колонку маленькую в машину. Пока так буду. Что-моё, хорошее. Пристегиваем ремни. Задаем маршрут. Так, вот он как раз был. Мне никуда сегодня ехать не надо. Мне нужно доснять видео. Так что... Так что... Поехали. Включила на телефоне. И поехали. Так, реклама пока. Сейчас позвонила маме, кстати. И пригласила ее на съемки. Пробовать вкусняшки с Вайлдберс. Так что... Вот. Она сказала, что приедет. Вроде дел нет никаких серьезных сегодня. Так что я мчу домой. Сейчас приведу тоже себя в порядок. Подкрашусь чуть-чуть. И жду маму Чолли в гости. Кстати, у нее 17 тысяч на канале. Уже стукнуло. И у нее конкурс. Либо сейчас уже идет, либо будет. Сейчас я спрошу, кстати, у нее она приедет. Ну, смотрите, смотрите. Идет моя модница, сковородница. В модной курточке. Привет. У нас с тобой похожие прикидывали. Да, а чего ты это... Раскрыла бока. Вот бока раскрыла. Их нужно закрывать. Закроем. Так моднее. Смотри, что тут еще модно. А я ж такую же тебе подарила. Ну, вот я взяла черную специально, чтобы здесь вот раз, если раскрыла. А, красота. Да. То я сильная бабушка. Какова красота. Сильная бабушка. Молодец. Модница моя. Все. Я готова. Это главное ты мне говоришь, да, что я в суете. А ты не в суете. Что-то там пикает. Ест, пьет параллельно, бежит к телефону. Я уже успокоилась, я в дзене. Шанси, Альбиночка, шанси. Не смотрела этот сериал? Я смотрела твой сериал, блог твой. Посмотри, жена олигарха. Тебе понравится. Веселая, прикольная. Короче, я, мы с мамой сняли сейчас видео на Вайлдберри с ладюшки. Девочки, обязательно посмотрите, чтобы, ну, короче, в общем, чтобы знали, что брать, а что ни в коем случае. Вот, и сейчас я маму подчиваю сладостями с чаем. Мы остались без сладостей. Блин, я ей краду впечатление дать. Я кушать не хотела, но решила заесть, как сказать, послевкусие. Я маму пригласила на чай со сладостями. В общем, она заедает все их колбасой. Вот. И, короче говоря, вот остатки сладкие. Вот это то, что действительно вкусно. Вот это, мам, тебе говорю, обязательно попробуй. Вот это из самоката. А, это тоже видео. Вот это любопытно. Да. Оно свежее, хрустящее. Я вообще тыкву не люблю. Я тоже. Вот. Но я раньше, когда давно, еще вы маленькие делали, делала я айвовое варенье по рецепту одной своей. Айва вообще кайф. Пожилой, знакомой. И вот тоже такой прозрачный сиропчик. И вот такие кусочки прям были. Оно, зацени, мне интересно твое мнение. Чай без сахара, потому что варенье сладкие все. Что у меня за чай зеленый? У тебя чай, да, с ромашкой и со вкусом фисташки. Фаберликовский, кстати. Чай приятный. Так, поехали. Это тыква, а это что? Фейхуа. Фейхуа кисло-сладкая. С тыквой, это просто сладкая тыква. С этого начать? Да. Ладно. А, ты скажи еще, как у тебя ситуация там с этим, с конкурсом? Когда ты будешь его делать? Ну, так как у меня уже как бы в декабре, день рождения канала, да, то есть я ждала пока 17 тысяч наберется. И чтобы это было день рождения. Крошки мои, сейчас монтирую видео и вижу, что у нас села батарейка с мамой, она не договорила. И вот, короче, варенье из тыквы она попробовала вкусно. Видимо, вырубилась с камеры в самый ответственный момент, ей понравилось. И еще она рассказывала о том, что у нее 17 тысяч подписчиков стукнуло на канале, и она собирается делать конкурс. Там еще какие-то события вместе у нее. В общем, она будет об этом рассказывать на своем канале, поэтому ссылочку на ее канал я оставлю под видео. Обязательно подписывайтесь, не пропустите конкурс, который мама для вас подготовила. Всем доброе утро, мои хорошие. С вами Селена Своих. Короче, сегодня второй, третий день моим бровкам. Бровки еще не отходят, корочки никак. Они гладенькие, красивые. Я вообще сейчас смотрю в каждое зеркало, как говорю уже в Инстаграме, заглядываю на себя. Мне так нравится. Мне даже нравятся вот они такие затемненные. Мне кажется, мы будем делать коррекцию. На брови обычно делается всегда коррекция. Ну, чтобы там, знаете, что-то взялось, что-то не взялось, может быть. Может быть, цвет, как правило, хочется еще насыщеннее. Я когда прихожу сначала, такая говорю, ой, сделай мне чуть-чуть там, чуть-чуть здесь увеличим, чуть-чуть здесь поменяем и цвета чуть-чуть добавим. А потом похожу, похожу так, прихожу и говорю, блин, давай еще насыщеннее, еще насыщеннее. И все время мало. Ну, да, потому что ты уже понимаешь, как тебе с темными бровками. Вот, мне очень нравится. И мне кажется, я точно захочу насыщенные, еще по насыщеннее бровки. Вот. Короче, сейчас пойду вазелином их намажу. Их надо мазать тоненько-тоненько, так, чтобы они вообще еле были видны. Вот, короче, кайфую. Что у нас сегодня? Сегодня я иду переобуваться. Уже вчера был снег, ни хрена себе, да, надо переобуваться. Я сейчас смотрю, там солнышко идет, поэтому сегодня мы со свекровью встречаемся, идем вместе на почту, нам нужно там кое-что отправить, а потом пойдем переобуваться вместе, вот. И поговорим насчет окрашивания. Она хочет покраситься. Ну и ко мне, как профессионалу, обращается. Блин, ну я, конечно, уже все вот эти вот мои окрашивания, которые сумасшедшие, да, которые я не знаю, на самом деле, просто я не знала, я бы не красила так, допустим, там на 9%, если не осветляют, я бы не осветляла. Но я же не знала, я все, ну, как бы и в салонах, как бы тоже осветляли на 9%, ну, короче, не знала. Теперь уже буду по-другому делать. У меня же появился человек, который теперь советует мне, как что лучше сделать, но я все равно привношу свои какие-то лайфхаки, потому что, конечно, если делать все как профессионал, краситься, это будет очень долго и очень дорого, поэтому в салонах берут такие деньги, вот. Ну, а мы и контентик сделаем, да, и будем искать какие-то новые решения, новые лайфхаки, чтобы можно было делать как профессионал в домашних условиях. Вот к чему я стремлюсь, понимаете? Чтобы было не хуже профессионала, но в домашних условиях. И быстро, и легко, и сам сможешь без помощи кого-либо. Вот, короче, такие вот планы. В общем, сегодня со свекровью встречаемся, она скоро должна ко мне прийти, через полчасика уже. А пока я сейчас сделаю себе еще одну кружечку кофе, я уже кружку выпила, еще одну кружку кофе. Кстати, я сейчас по-новому делаю кофе. Сейчас у меня все закончилось, уже ингредиенты, но я знаете, как делаю? Я сейчас латы добавляю три варианта кофе. Овсяное, одну третью овсяного молока, одну третью кокос-банан, такое есть молоко, кокос-банан называется, и одну третью обычного молока лактозного, 2,5% у меня. И все это перемешивая, получается, такой нежный вкус. То есть не просто молоко, но сейчас я буду с просто молоком делать, сейчас я соевое поменяю, сейчас я соевое помешаю, половина, и кокос-банан половина, вот так сделаю. Сахар замените, или сахар я уже не добавляю, потому что кокос-банан сладкий. Не знаю на основе чего, сейчас покажу. Вот, смотрите, кокос-банан, молоко, вот это вот, оно сладковатое, поэтому если я его половину делаю, то я уже ни сахара, ничего не добавляю. Сейчас состав посмотрю. Сюда входит сироп топинамбура, вот он, по-моему, сладкий. Тут вот я не вижу, чтобы было написано сахар, но сироп топинамбура, это оно. Кокосовое молоко, кокосовые сливки, вода, рис, сироп вот этот, клубни-табинамбура, вода, концентрированный банан, сок, регулятор кислотности, морская соль, источник кальция, карбонат кальций входит сюда, ну, короче, вроде неплохой. Витамины, комплекс В2, В6, В12, в общем, вроде неплохой, 120 рублей стоит. У нас где-то, может быть, еще дешевле стоит, потому что в точке вкуса чуть-чуть завышенные цены на некоторые. Короче, 50% вот этого добавляю, и 50% либо обычного молока можно добавить, либо вот соевого сейчас попробую, сделаю 50 на 50. И все, и ложку кофе. Кофе, кстати, вот этот, который я беру в Кантате, вот к этой смеси подходит вот этот ирландский крем лучше всего. Есть у меня еще другой, вот такой вот, Колумбия. Он типа более мягкий, но какой-то другой привкус у кофе получается. Вот с ирландским кремом, вот с ирландским кремом просто идиллия. Ну что, пожалуйста, Надежда Ивановна. И я вас приветствую, подписчики. Да, мы сейчас поедем по делам, вот. Кстати, я уже сказала, что мы собираемся краситься. Я уже отправила ваши волосы профессионалу, кстати. Она уже там куча советов всяких делает, как бережно выходить. Это не то, что вы планировали, конечно. Нет, подождите, из меня только... Нет, наоборот, там все бережно. То есть вы взяли 9%, а она говорит, на 9 нельзя, будем только на 3 осветлых. А то иначе без волос осталось. Это будет бережно, там несколько вариантов она придумала, но мы будем стараться как можно делать это быстрее, потому что если взять как профессионал, то это целый день займет. Нет. Столько... Не готовы? Нет, настолько я не готова, я просто не вытяжу. Ну, полдня. Да не надо там будет сидеть все время. Мы будем ходить, пить чай, короче. В общем, я постараюсь на этой неделе, вот, или в начале следующей, надо просто все закупить, чтобы у нас все было и чтобы все хватало. И скоро будет видео, как мы будем светлее, да, блондиночкой будем? Ну, не совсем, ну, так вот, блондиночкой, да, посветлее восьмом случае, чем этот самый, чем у меня сейчас есть. Ну, сейчас под шапкой не покажем, это сюрприз. Ну, несмотря ни на что, как видите, ко мне как профессионалы все равно обращаются, но я исправляю все ошибки, все ошибки и буду делать, стараться профессионально, вот так. Хорошо. Не боитесь, да? Побоймаюсь. В моей ручке, да? Нет, просто ладно. Нет, ничего я не боюсь, все в порядке, все будет нормально, в каждом случае всегда можно что-то убрать, прибрать и так далее. Под шапку спрятать? Под шапку спрятать, зима. Нет, ну, у вас же волосы тоже крепкие, как у меня. Слушай, откуда я знаю, где я делаю? А вот и посмотрим. А вот и посмотрим, да. Главное, чтобы потом лысенькое осталось. Все нормально, все под контролем профессионала. Хорошо, все.